Приветствую! Трещина на лобовом стекле – это штраф, предупреждение, либо вообще за это не предусмотрена административная ответственность? Вот с этим вопросом мы сегодня и разберемся. Мы прекрасно с вами знаем, что полиция выписывает штрафы за то, что видят трещину. На каком основании они это делают? Правомерно ли это? И какая судебная практика? Давайте это посмотрим. Когда полицейские выписывают штраф за трещину на лобовом стекле, они это делают по части первой статьи 121 Купаб Украины. Собственно говоря, вы ее сейчас и видите на экране. Согласно этой статье, керувание водеем транспортным засобом, что имеет несправности системы гальмового або рулевого керувания, тягово-счепного пристроя, зовнишних светловых приладов темной поры добы, или других технических несправностей, с которыми, соответственно, до установленных правил эксплуатация его защищается, або переобладнанный с порушением соответствующих правил, норм и стандартов, тягнет за собой накладывание штрафа в размере 20 неоподаткованных минимумов доходов граждан. То есть на сегодняшний день это 340 гривен. К чему они здесь цепляются? Собственно говоря, к тому, что написано вот здесь. «Инче техничные несправности, с якими, ввидповедно до установленных правил, эксплуатация забороняется». И когда ты у полицейского спрашиваешь, мол, а где же, каким актом забороняется вот эта эксплуатация, они делают отсылку к ДСТУ. Это ДСТУ у нас, который называется «Колисные транспортные засобы, вымоги щодо безопасности техничного стану и методы контролювания». Это ДСТУ 2010 года. В этом ДСТУ есть пункт 6.8.5, где сказано, что на ветровом скле КТЗ, ну, колесного транспортного засобу, не дозволено сколы чи трещины в зоне работы склоочесників. И вот, мол, они говорят, смотри, в ДСТУ написано, что такого не может быть. Значит, ты нарушил ДСТУ, значит, вот тебе штраф по части 1 статьи 121 КУПА. Но вот вопрос, о чем забывает полиция? Полиция забывает, что запрета на использование автомобиля с такой неисправностью, ну, назовем ее так, полиция говорит, что это неисправность. Нет. Как мы это можем установить? Легко. Открываем правила дорожного движения. И в этих правилах есть 31 раздел. И здесь, в пункте 31.4, указано, с какими именно техническими неисправностями запрещается использование транспортного средства. Их здесь достаточно много. Не будем сейчас все их читать. Друзья, мы все знаем эти правила. Каждый из нас может зайти еще раз там пересмотреть, да, есть или нет. Но поверьте на слово, здесь в пункте 31.4 не указано такой технической неисправности, как сколы и трещины на лобовом стекле. И, соответственно, поскольку в правилах дорожного движения не указана эта неисправность, как неисправность, с которой нельзя использовать автомобиль, то, соответственно, никакого нарушения по части 1 статьи 121 нет. Потому что вот там в правилах указан исключительный перечень этих неисправностей. Все. Если там нет, значит мы можем использовать транспортное средство. И полиция не имеет права привлекать нас к административной ответственности по части 1 статьи 121. А что же судебная практика по этому вопросу? Друзья, а судебную практику я вам даже не буду показывать. По одной простой причине существует невероятно огромное количество решений суда, где эти постановы отменяются. Это уже устоявшаяся практика. И мне кажется, что на сегодняшний день уже ни один судья не выносит решения в пользу полицейских. По этим делам. Соответственно, если вы получили такой штраф, то нужно брать и обжаловать. Помните, что у вас на это есть 10 дней. Почему я говорю, что этот штраф нужно обжаловать? Да, некоторые люди там часто говорят, что да ладно, мол, что там 300 гривен, я заплачу и все, не буду я возиться с этими судами и прочее. А я говорю, нет, в этой ситуации админштраф нужно обжаловать. И вот смотрите почему. Мы возвращаемся к той же 121 статье, и здесь есть часть 4. Давайте с ней ознакомимся. Повторное, протягом року, чинение будь-якого с порушений, передбаченных частинами 1-3 цієї статті, тягне за собою накладение штрафу в розмире от 5-10 до станы оподаткованных минимумів доходів громадян с позбавленням права керування транспортными засобами на строк від 3 до 6 місяців, або адміністративный ареш на строк від 5 до 10 діб. Что это значит? Это значит, что если вы получили один такой штраф, проигнорировали его, ну, вернее, взяли, оплатили и не стали обжаловать. А потом, в течение года, ну, вот так у вас вообще сложилось в жизни, где-то вы согрешили, вы попали второй раз за год на аналогичного полицейского, который не разбирается в этом вопросе, не знает судебной практики. И этот полицейский, видя, что вы уже в течение года совершали такое правонарушение, он может поставить вопрос о лишении вас водительских прав. Вы вдумайтесь, из-за вот такой мелочи вы подвергаетесь риску быть лишенным водительских прав. Либо же может так оказаться, что вы в течение этого года совершите, ну, всякое случается, да, вы совершите какое-то другое правонарушение, которое предусмотрено вот этой статьей, и как результат вы получаете что? Вы получаете лишение прав. Вот именно поэтому нужно даже такой незначительный штраф обязательно обжаловать и отменять это постановление, потому что, как видим, последствия могут быть достаточно существенные. Поэтому помните, что у вас есть всего лишь 10 дней на то, чтобы обжаловать этот штраф. Не забывайте об этом. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, и вы найдете еще очень много полезной информации. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok